всех приветствую мои дорогие друзья меня зовут данил и вы находитесь на новом видео по игре протенбас симулятор и сегодня у нас будет вот такой вот газелика это у нас газ а 64 r42 которая производилась на горьковском автомобильном заводе 2013 года но и по настоящее время там у нас производится данный момент у нас сегодня это такая вот газели микроавтобус в общем с двигателем омз м потому что в основном на такие вот next и оставили из 9 или каменс пятиступенчатая нас трансмиссия длина ну ну зависимо конечно от модели у нас я даже не знаю сколько у нас сколько ну 6 700 или 5 600 ну ребят не догадаетесь точную информацию про нее ничего не нашел масса вы по-разному особенно грузовая давайте в общем сегодня мы рассмотрим ее прокатимся по маршруту ну как бы и так и так далее пронесся у нас автобус перейдем в салон ну вот мы собственно в салоне четырехрядное расположение посадочных мест я почему-то думал что трехрядное будет но нет четырехрядное в общем тут у нас от 14 до 17 посадочных мест ну и в час пик я думаю цик 30 здесь легко как бы поместится такая у нас может быть маршруточка как раз для города может быть так посидеть ну ребят кто катался обязательно пишите комментариях как вам удобно не удобно я думаю лучше чем обычной газели это уж точно так по поводу люка давайте проверим с вами так люки до люки открываются отлично и фурочки для естественного вентиляции салона тоже работают ребята замечательно прекрасно так чем мы здесь можем еще сделать ну такой же у нас салончик здесь уже начинается место водителя сейчас мы к нему перейдем свет мы не проверили но свет работает все шторок никаких здесь не предусмотрено ну вот мы и рассмотрели наш салончик не знаю как он не кажется какой-то тесный опа ну вот мы и в салоне такой вот салон я думаю у кого во владении есть газель next то вы ребята с этим салоном знакомы на эту катался само собой на этой маршрутке тоже легко сможете оценить по видимости вроде все нормально в это зеркало видно у нас тут руль коробка анимированная как я уже показал это пятиступенчатый у нас так козырек мы можем опустить можем поднять но в общем все у нас тут работает так все на фары 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 светят да вот видите оптика работает все у нас здесь замечательно ну тогда давайте посмотрим что здесь у нас предусмотрено по тюнингу так называемый но и будем отправиться на маршрут первым можем с вами поставить вот такие вот колпаки но не как-то здесь не смотрится смотрите лучше оставлю я не 2 мы сами открываем движок ну капот можем открыть и посмотреть здесь такую текстуру движка сделано кстати очень качественно автору респект обязательно но не каждый такой сможет реализовать но здесь нас под капотом у mz наша так 4 3 мы с вами можем открыть двери видите здесь я никак не открыть а вот как раз с помощью элемента тюнина мы сможем открыть так появляется такие вот у нас давайте это уберем валидатор на валидатор с одним смотрится куда лучше можем открыть бардачок потом мы с вами у нас компьютер какой-то появляется вроде бы но ставим можем открыть но я не знаю для денег короче забыл как называется телевизор а чего нас на телевизоре трансмедиа реклама городского транспорта пускай в принципе будет чего бы нет но 10 ребят поставим таблички как-то не пойми что здесь табличками происходит на этой карте я уже и устанавливал свои таблички но как-то карта все равно здесь ставить 290 будем надеяться я даже не могу перевести маршрут обычно перевожу маршрута да ну и ставлю как бы на табличке тут я даже без понятия куда мы едем только на указателям будет что-то написано ну ладно ничего этого в этом страшного нас об этом нема но такой микроавтобусик можно реально так назвать будет сейчас отправляться по маршруту заведем отлично много погромче то как-то почти не слышно а на звуки мы здесь внимание в любом случае обратил да знаете что такое вот какие-то нотки умзе я омзешки слышу так наверное все давайте уже отправляться тогда закрываем двери такой скрип у нас на этих дверях все никаких не шторок и вам пилов здесь нема едем дальше потянет мы все рассмотрели значит время отправляться не знаю сколько мы сегодня будем ехать по маршруту реально никакой информации на карте нет сколько маршрут и я там идут ну карта кстати очень уже интересная она мне понравилось так мы едем значит вроде сюда потому что карты я не вижу судя по всему вот туда нам нужно на автовокзал так называемый терминал дегуара джагуара не знаю правильно произнес ну вот сюда вот такой маленький автобус а я даже маршрутка я все равно как-то на бордюра наскаку ух ты а это все к нам разве пойдут смотрите все реально к нам пошли но щас и посмотрим посмотрим хватит ли наших 17 сидячих мест на всех ну плюс еще там 15 стоячих я думаю ну реально 30 автобус можно напихать даже не это не назвать автобус это маршрутка но зашли все но она же еще на маршруте будут остановки от посмотрим как раз на остальные так все погнали дворники здесь у нас лет работает это я проверял уже немножко тестировал за кадром так что в дождик можете спокойно катиться также как и ну и в ночное время суток тоже так и вообще не могу выкрутиться были даже как-то стыдно на таком за мини автобусе не буси я все равно не пролажу нефига а если я был как это дядька на автобусе большом цветон там будет у нас вроде к дизелек все погнали но по поводу динамики ребят не знаю почему то после 50 километров он очень медленно набирает скорость для города в принципе 60 на нормальном но разгонял я его рассказал тестировал за кадром разгонял его до 80 километров и все больше номер не ехал это это было с горки потому что эта карта доля рельефная вы дальше в этом убедитесь хотя может я выбрал по моему не горный изумя такой горный маршрут на котором и не на тоже нужно как это может курить и прокатиться потому что как-то большой автобус туда прям не лазит у нас прям вообще будет не очень у нас интересно на гармошке я там не пролезу я здесь еле вмещался на этом бусике у нас такой компактный маленький такой выруливает так вот эти 50 60 и все скорость он оползет но не особо быстро и но для нас там все нормально но что здесь у нас такие расположены если нарису на какой-то так все зайдут мы я так смотрю не все здесь зайдут но именно тех кто к нам зайдут а они все да я думал не на другой автобус смотрите все идут блин я думал мы на первой же остановке уже все отстанем ну нет наша коробочка еще заполняется смотрите вашего тут не тесно не тесно было а то как мне кажется в салоне там очень тесно если там было трехрядное расположение по остаточных местам куда просторнее было здесь но очень тесно у нас нет кажется я уже записывал как раз в прошлом году тоже газель city line тоже next был ну там она была не сильно доработанная такая здесь мы уже можем получить прям такой готовый интересный качественный самый главный продукт ну вот это вообще еле-еле даже 50 не хоть и 60 набирать вроде никакого подъема у нас два скорости вообще непорядок хотя тыкаю но тут только пять передач что нема поэтому на ней как раз по городу самое то ездить так красную на здесь ладно ого вы к нам все зайдете вы уверены туда добро пожаловать не ну так как здесь выходят посадка высадка осуществляется только через одну дверь потому что она здесь и является действующей а идут думаю уже никого нет остальные это так запасной выход ну или для проветривания на конечной остановке так вот раскрасочку я выбрал мострансавта в подмосковье по фотобасу пострел там да в подмосковных городах они расходят бегают такие газельки я со второй трогаясь но как-то со вторым реально разве с 1 сколько там 5 метров связано берет и все кажется завтра будет куда гуманией да и получше тронуться если не пойму мы сейчас едем по отдельной автобусной полосе потому что как-то посередине как короли едем а вот слева справа у нас дорога дорога ну так и слева справа у нас тоже автобусы есть как-то интересно здесь расположена не знаю будем считать на каком-то пускай подмосковном городе такие есть конечно автобусные полосы у нас даже не то что полоса прям дорога отдельная скорее всего да это есть отдельно дорога для автобуса потому что здесь остановки расположены да народ все таки не весь к нам заходит какой-то на другие автобусы станет какой-то скорее всего не влазит погнали там два брата кто кого кто быстрее а у нас снимание какой газелькой чтобы мы с ней погоняли ну вот здесь тоже бегают автобусы это вообще прям прям нифига не едет по динамике хреново не люблю я такую динамику тем более у нексона картон 110 должен по-любому ехать кстати мы догоняем догоняем этих и автобусы и не знаю интересно сейчас мы их обгоним потому что он один друг друга уже не обгоняют один одного обогнал а а мы у нас остановка они тут не останавливаться нам придется это наша работа а не глянь остановился на остановке у них же с той стороны астон или у них светофор а не все не пойму че у них а где светофор или то у нас светофор как-то странно здесь расположено нет никто не попадет в этой двери странно как-то расположено я не пойму а не он зеленый включился погнали у нас зеленый пока зеленый нужно успеть через эту листу ничего не видно так что мы лучше отсюда прокатимся а я на красный проехал второй раз уже нарушать не охота но уже получается так ну тут да видите рельеф чувствуется такой небольшой подъем но судя по всему сейчас у нас будет такой же небольшой спуск и там у нас скорость я думаю явно побольше не ну пока только на подъем идем здесь еще у нас и остановка вот эти остановки на подъеме это самое хреновое что может быть еще и заранее остановился вот этого мне не хватало не рассчитал немного тормозной путь давай вот сюда вот все стоять так ну все вмещается ну может не прям все но ребят все таки у нас тут не резиновый мусик на зеленый на зеленый я на него успел ну да уже не то что чувствуется уже даже видится этот маленький такой спуск просто серьезного это не особо даже серьезного подъема он опять подъем идет но я говорил в начале карта рельефная но сами здесь еще по подъемам поскачу так здесь у нас судя по всему светофор потому что остановился автобус автобус в общем доступе скачать можете по ссылке в описании как бы скачете наслаждайтесь ну и играйте можете там создавайте интересно это нет пересечения дороги идет поворот ну скажу что наша полоса тоже не дремлет здесь почему я подумал еще что это прям наша автобусная дорога потому что ну здесь ни одной легковушки не видел здесь идут только автобусы и я ну я же на маршрутке получается не на автобусе получается полоса такая вот дорога общественного транспорта например отдельно он деревьями кустами заросла прям выделяется из всех так здесь у нас на стенушке езжай езжай забрал до пассажиров ну здесь такое к сожалению не сделано как он чтобы автобус останавливался и забирал ну ничего мы то представить можем ну нормально так выходит смотрите тоже очень много выходит из-за чего теперь остановка осталась пустая и к нам все зашли но и доедут конечно до места назначения так вот здесь мы остановимся дабы ничего не нарушить хоть и на своей собственной полосе делаем автобус не даже не буду пытаться динамика не позволит хотя наоборот должна позволить на такой на таком микробусе обогнать те большие наши автобусы но у нас почему то все наоборот но я смотрю во многих городах россию давным-давно еще начали ездить вот эти вот газельки они заменили обычные газельки которые были там например тот же газ 3221 вот эти новыми новыми next по комфортности ну я не ездила я не могу сказать конечно когда-то поеду их расскажу а так пока ну ничего не могу сказать если вы конечно же катались на данных газельках а обязательно пишите в комментариях как они вам ну вот по первому взгляду если скажу мне салон здесь кажется просто тесным ну я смотрел некие обзоры ну реально вот этот салон ребята у нас тесный народ жаловался на салон именно тех обзорщиков которые я смотрел да и просто пассажиров ну кого-то коленки не влазят между сидениями я думаю человека так давайте человеку с лишним весом здесь будет некомфортно я думаю уже в забитом транспортном средстве это точно назад и стыкатываемся это у нас свидетельство о том что судя по всему мы находимся на горке ну просто так вот я думаю назад не стал бы откатываться ну зачем блин не видит может на автомате надо ездить хотя правильно конечно на механике но благо аэропорт энбас позволяет ездить без разницы какой автобус что на автомате что на механике вы все равно сможете ездить так и так о чувствуется такой спуск еще притупим ну еле еле но до 70 ну 66 пойдет 70 блин нифига не на 70 ну я топлю видите уже движок у нас ревет давайте на ней тралки пройдусь оба ладно пять на красный светофор спрятался за кустами и все и не посмотришь стоп машина куда ты едешь без водилы не в тубус все равно вырывается смотрите на него сколько он здесь есть просто вырывается ну давай 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 притопим притопим сильнее сильнее и мы тебя обходим и мы прямо чуть начинаем набирать скорость не ну 66 короче здесь максимум 66 все я понял его максимум 66 только со спуском можем больше надо здесь какую-то такую карту ну это тоже рельефная а все на ней тралочку 70 пойдем отлично так побью ли я рекорд его до 83 раскатал 85 да я рекорд побил 86 и тут уже конечно ну в общем я рекорд побил 87 теперь на нем ехал диадема конечная установка я можно было на табличках так все написать и оставить по поводу перевода маршрутов и не париться не хотел набить автобус давайте здесь остановимся какая разница выпустим наших пассажиров ну в общем вот такая у нас ребята газелька сегодня получилась газель next тоже правильнее назвать просто газелькой как-то и называть неправильно заглушимся поставим ручничок так и кстати на ручь весь выходит никто здесь не остается как это часто у нас бывает на картах я такой люблю когда вот прям смотрите все все у нас покидают свое место доехали в целости сохранности но это же нам только на славу ну что ж больше всего всего за просмотр обязательно ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь видео с друзьями не пропускайте новые видео нажимая на колокольчик ну меня зовут Данил всем добра всем мира до новых видео ну и всем пока 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 и